Я дружу с этой маркой и люблю ее. Объездил в 138 стран. Годы жизни. Что нужно взять с собой в дальнее путешествие? Застряли. Что делать? Гениаль. Конец связи. Добрый день, снова здравствуйте. Мы находимся вновь в бренд-экспириенс-центре. Меня зовут Ягуар Ландровер. И сегодня мы расскажем вам о City Safety, о тех функциях автомобиля Ландровер Discovery Sport, которые помогают нам комфортно управлять им в городских условиях. Ну, для начала я хочу вам рассказать о системе Start-Stop. Эта система позволяет автомобилю работать в наиболее экологичном режиме. То есть, подъезжая к светофору, вот как сейчас мы стоим, и нажимая на тормоз, машина тут же глушит мотор. А потом, нажимая на педаль газа, она опять трогается. И так до следующей остановки. Кстати, эта система всегда работает, когда вы включаете режим ЭКО в автомобиле Ландровер Discovery Sport. Демонстрируем. Нажимаем на тормоз. Машина глохнет. Нажимаем на педаль газа чуть-чуть, и она едет дальше. Очень удобная система, которая позволяет сохранять нам окружающую среду и экономит расход топлива. Хочу обратить ваше внимание на дисплей этого автомобиля. Он стал контрастнее и ярче. Вот у меня зрение вблизи не самое хорошее, но здесь все прекрасно читается, все прекрасно видно. Ну и большим подспорьем является, конечно, голосовое управление. То есть, вы можете и телефон, нужный вам голосом указать. Вы можете навигацию заказать, которая вам в данный момент требуется. Там поехали на работу, поехали домой. Вы можете выбрать любимую свою радиостанцию. Это все тоже с точки зрения безопасности помогает водителю не отвлекаться, не щелкать, а все делать голосом. Просто это надо изначально хорошо настроить, и все у вас будет прекрасно работать. Вот, друзья, у нас электронный стояночный тормоз, который мы обычно используем, когда нам надо зафиксировать автомобиль, если он стоит под уклоном сильным, или когда мы там колеса меняем. Но это электронный стояночный тормоз с функцией экстренного торможения. Что это значит? Ну, понятно, что водителю особенно дергать за электронный стояночный тормоз с функцией экстренного торможения ни к чему. У нас есть и обычный тормоз. Но, предположим, возникла ситуация, вам стало плохо, когда машину может затормозить человек, который сидит на соседнем сиденье. Демонстрируем, как это происходит. Вот мы едем, ну, что-то случилось, его надо потянуть и держать 3 секунды. Машина затормозила. Может быть, это никогда не пригодится никому, но с точки зрения безопасности, мне кажется, что это блестящее решение, которое может помочь в экстренной ситуации. Машина также оснащена системой АЭБ – Automatic Emergency Braking. Эта система позволяет самому автомобилю распознать препятствия и на скорости до 50 км в час остановить его, когда вы приближаетесь на критическое малое расстояние. Это может пригодиться к вам, когда вы выезжаете, посмотрели налево, не заметили препятствия впереди. А на скорости свыше 50 км в час, до 80, она тоже подтормаживает автомобиль, тем самым сокращая силу удара и минимизируя возможные последствия. Интересная система? Помогает безопасность? Ну, нет слов, конечно. Машины оборудованы камерами кругового обзора. Вещь крайне удобная, потому что на узких улицах вы всегда сможете посмотреть препятствия сбоку, слева, впереди, сзади. Это хорошая помощь при парковке. Ну, на бездорожье, естественно, вы тоже сможете увидеть какие-то пеньки. Но помните, что во время дождливой, ненастной или снежной погоды их надо протирать. То есть за ними нужен определенный уход, чтобы у вас на дисплее все было видно. В этой машине также есть такая функция, как параллельная и перпендикулярная парковка. И выезд с параллельной к парковке. Находя просвет между двумя машинами, вы просто отпускаете руль, и машина автоматически заезжает в образовавшееся парковочное место. Это in control. Вот эта кнопка красная, я ее не буду, друзья мои, нажимать, потому что это кнопка связь со службами спасения. Нажимая эту кнопку, вы привлекаете к себе внимание службу спасения. А если машина попадает в ДТП, то эта кнопка автоматически связывается со службами спасения. Вторая кнопка, которая находится с другой стороны, нажимая ее, вы связываете с центром Land Rover, где вы можете рассказать о своих проблемах, спросить совета или попросить помощи. Очень две полезные и важные кнопки. Кроме того, в этой машине много маленьких таких, как бы я сказал, фишечек, которые тоже в какой-то степени нам помогают. Например, как и, можно его назвать, вежливый свет. Когда вы закрываете машину, фары продолжают в течение минуты-двух работать. И если вы там паркуете где-то на темной парковке или на даче, то они освещают вам дорогу. Вроде бы мелочь, но крайне полезная. Мы уже об этом упоминали, но здесь хочется еще раз сказать, что в этой машине отличная система контроля слепых зон и функция предупреждения о приближающихся автомобилях. Как это работает? То есть автомобиль находится в слепой зоне, у вас в боковом зеркале высвечивается значок, а если вы перестраиваетесь и сзади быстро приближается автомобиль, вы тоже это увидите с помощью значка в зеркале слева или справа. Еще одна функция, которая есть в этом автомобиле, о которой мы уже говорили, это система предупреждения о выезде с полосы движения. Как она работает? Если мы не дали сигнала поворота и покинули полосы движения, то с помощью значка на дисплей и с помощью вибрации руля машина указывает нам на это действие. Очень полезно, когда вы устали или когда вы хотите спать, потому что, в общем-то, с точки зрения безопасности, я считаю, что это просто гениальное изобретение английских специалистов. Это был последний рассказ из нашей серии об автомобилях Land Rover, и в частности, об автомобиле Land Rover Discovery Sport. Я надеюсь, что какие-то советы или какие-то идеи, которые я здесь рассказывал, вам понравились. Но если вы захотите более подробно вникнуть в техническую часть, получить какой-то определенный опыт, то приезжайте в Brand Experience Center. Здесь сертифицированные инструктора, которые досконально знают все об автомобилях Land Rover, покажут, расскажут, научат вас на всем модельном ряде этих прекрасных автомобилей. Я ими пользуюсь много лет. Я люблю эту марку. Уже ни на что ее не променяю. И рекомендую даже тех из вас, кто еще не пользуется Land Rover, приезжайте, попробуйте, и, может быть, вы станете таким же адептом этой марки, как и я. Подписывайтесь на канал Land Rover Russia, следите за нашими новостями. С вами был Сергей Трофименко. И помните, безопасность превыше скорости. Открытые вам дороги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова